Эти 10 этажей стали яблоком раздора. Два дома в поселке Новосоколовогорске построены и сданы в эксплуатацию. Но недавно жильцов угорошили. Их дома мешают локаторам Саратовского аэропорта. Суд постановил здание снести. Валентина Тихонова купила квартиру в поселке год назад. В итоге ни собственности, ни денег. У нас нет ни у кого квартиры, у многих даже нет сейчас регистрации, потому что это единственное жилье. По словам дольщиков, специалисты компании «Новострой-21» знали, что дома могут помешать локаторам. Но здание все равно возвели. Сегодня прошла очередная встреча жильцов и строителей. Коммерсанты заявили, что решение суда будут обжаловать. В любом случае будем зайти до конца, будем заказывать независимую эксплуатацию, будем забиваться, но дома никуда не тянут. Специалистов Саравия, два дома в Новосоколовогорском, беспокоят давно. По закону, любые постройки в радиусе 40 километров от аэропорта подлежат согласованию с авиаторами. В итоге высотки создали так называемую «слепую зону». На экране радаров появились тени. Из-за них самолетов не видно. Так вот, вот эти два дома стоят на препятствии этого локатора. И угол, смотрящий вверх, просто частично закрывается. Угол обзора этого локатора. Поднять его выше – значит это смотреть в космос. Опустить его ниже – значит не видеть вообще ничего. По словам пилотов, сейчас трудностей при взлете и посадке в Саратове у них нет. А вот диспетчерам приходится не сладко. Иногда из-за помех самолеты ведут обходными путями. А это лишнее время, топливо и деньги. В конечном же итоге пострадать от локаторов могут и владельцы квартир. Они будут жить в зоне мощного электромагнитного излучения. Излучение очень сильное. Другое дело, что оно кратковременное. Вот и такое, скажем так, ну скажем так, рентгенское излучение. Однократно оно влияние на здоровье не оказывает. Но если вы каждый день ходите сделать снимок, то конечно когда-нибудь это скажется. Как говорят в саратовских авиалиниях, чтобы конфликт стал исчерпан, у компаний-застройщика есть два выхода. Первый – это уменьшить высоту домов на 20 метров. Это примерно этажей 7. Второй – перенести локационную станцию в другое место. Разумеется, за счет застройщика. Правда, найдутся ли у компании на это деньги, пока вопрос. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.